Победителями третьих юноармейских игр Сергеево-Посадского городского округа стал отряд «Молния» из Сергеево-Посадской школы номер 14. Поздравить победителей приехали депутаты Совета округа и депутат послабил Думы Александр Легков. А еще Александр Геннадьевич возглавляет региональный штаб юноармии. На самом деле в области уже больше 38 тысяч. 61 округ, 62 отделения. В каждом по отряде больше 3000 человек. Поэтому это направление очень популярное и дети вступают в их продолжательство. В 14-й школе отряд юноармейцев существует с 2017 года. Похоже ли движение на пионерскую организацию, спросили мы у Ирины Савченко, руководителя отряда «Молния». Оно объединяет несколько разных направлений. Это не только пионеры, то, что было, хотя хорошая идея, конечно же, оттуда взяты. А здесь дополняется то, что было в ДСАФ раньше, тоже очень удобно. А дополняются еще разные у нас медицинские аспекты, исторические. Ну и, конечно, волонтерское движение, это тоже оно все как бы включает в себя юноармия. Плюс научное развитие большое, которое ребята получают тоже. Недавно наши четверо ребят победили в конкурсе в всероссийском юнотехпоездке в лагерь смена в Анапе. И прошли обучение в специальной инновационно-технической смене. Участники юноармейского движения – помощники во многих мероприятиях в округе, отмечает Ольга Дударева, заместитель главы Сергеева Посадского округа. На ребят можно положиться и как на волонтеров, и как на организаторов акций. Недавно, например, юноармейцы инициировали сбор помощи военным, участвующим в спецоперации на Украине. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».